Привет! Продолжаем поливать домро дерьмецом. Пришёл сегодня мастер, починил слегка. Вот такая у меня теперь скорость. Плачу за 50 мегабит в секунду, у меня даже 2 мегабит в секунду нет, как видите. А тут счёт идёт на килобиты в секунду. И с каждым замером скорость всё уменьшается и уменьшается. У меня даже Steam не может подключиться по-нормальному к сети. Короче говоря, скорость никакая. Просто никакая. Видите, да? Вот. Ну, что? Для примера тут вообще ничего не загрузится. Например, давайте что-нибудь жуткое попробуем на Ютубе. Вот это. Очень жуткое. Смотрите. И сейчас это будет полный пиздец. Видите? О, нет, загрузилось. Смотрите. 45 секунд хорошо загрузилось. Что ж, дела совсем плохи. Ай, ладно. А давайте попробуем... Так, хенты не работают, всё лагает, время не показывается. А если и показывается, то очень странно. Вот сюда, например, время не могу вообще посмотреть, сколько здесь длительности... А, это оно грузилось. Вот, смотрите, насколько всё плохо с этим интернетом. То есть, как бы показывает, да, вот перемотка, раз... О, блин, смотрите, работает. Может быть, зря, конечно, я поливал дерьмецом провайдера, но вот это меня немного беспокоит. Очень сильно беспокоит. Вот. Дело в том, что, как сказал, наконец-то первый раз за несколько месяцев, месяцев, за три месяца первый раз пришёл нормальный технарь. И нормальный технарь, наконец-то, сказал правду. Что вообще происходит? Происходит, как оказалось, следующее. Подыхает порт. В итоге, внимание, сейчас будет интересно. Чтобы восстановить интернет-соединение, нужно перезапустить порт. То есть, по сути дела, цена решения вопроса несколько минут. То есть, нужно позвонить провайдеру и попросить перезапустить порт. А вот тут начинается интересно. У девочек, которые сидят в колл-центре, нет технического образования, у них есть сценарий, скрипт. То есть, последовательность ответов на вопросы, которые они должны задавать, и как они должны реагировать на каждый ответ пользователя. Во-первых, они меня достали, и, естественно, я выяснил, что они не умеют работать с разъярённым клиентом. Они совершенно не читали информацию о том, как дать клиенту понять, что, в общем-то, как бы, они простые операторы, они нам сочувствовали. Они не читали банальных книжек для сотрудников колл-центра. Что они умеют, это взымать руки в потолок церкви-савентологии. Сектанты хреновы. Вот, значит, порт подыхает, никто ремонтировать не будет, и такие разрывы будут продолжаться постоянно. Единственное, что я могу сказать, мы можем надеяться только на то... Вон, там самолет летел. Можем надеяться только на то, что, когда я перееду, я попаду куда-то, где не будет дом.ру, где будет, ну, скажем так, оборудование получше, чем здесь. Вот, остается на это только надеяться. У меня, по-моему, часа 4 до отдыха, да? Вот, короче говоря, самолет на взлет пошел. Даже звуки от самолета есть. Он в облаках вскрывается. Это почти что файтгир, но файтгир, конечно, очень долго борется с нереалистичностью облаков и рассеиванием света. С нереалистичным рассеиванием света в атмосфере борется. Да. Ничего не скажешь. Вон, у меня 4 часа остался до перерыва, до отдыха, да? То есть, если нужно что-то взять такое на 4 часа. В Эдинбурге? Нет, это на 4 часа. Это ехать 36 часов. Это прямо довольно далеко. Вот здесь ехать 10 часов. Много. 12 тоже много. 7, нормально. 11 много. 7,5. 30. 18. Слушайте, давайте отсортируем по возрастанию дальности. Вот самая короткая, да? 7 часов самая короткая. Соответственно... Соответственно, у вас ничего не получится без отдыха. Да? То есть, 7 часов самая короткая. Но с другой стороны, смотрите, он ожидается в воскресенье в 5 утра. В Лион. По Франции. Так. Соответственно, что получается? Ехать 7 часов. Так. Остается меньше суток. Ну, это есть. Остается там до 6. А сейчас... Ну, часов 9, да? Ехать 7. Нет, отдых займет часов 10. Нет, не вариант. Я предложил бы найти место для отдыха и побольше времени, так сказать, отдохнуть. Амм... Так, у нас есть мужские guestings. PHY. Дастsomething. мы сейчас в милане италия в милане короче говоря сеть у меня отстойная и от провайдера это возможно не зависит я хочу сказать только это но я считаю что дальше все равно будет проблема перезагрузить порт это дело нескольких минут вот пришел мужик перезапустил его удаленно от меня кому-то написал позвонил пор перезапустили дело в том что тупые девочки операторы код-центра вряд ли поймут чо я от них хочу они не не уполномочены ничего перезапускать они уполномочены только создавать заявки в итоге причине того что у этого провайдера вместо компетентных спецов сидят нет некоторые такие недоучки да ну это был желтый вот именно по этой причине мне все равно придется терять примерно по 600 рублей в год если переходить на ттк нужно просто гарантия того что тткшники будут уметь перезапускать порты вот если этот парни из ттк умеют перезапускать порты удаленно без вызова техника в течение нескольких минут да то тогда это конечно повод перейти на ттк но то что никто не идет не учится и не пытается даже помогать абоненту это очень не прикольно так у меня был бака бензина будет на следующем рельсе так сказать заправиться а вон гостиница кстати и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, всё равно гараж купить не получится, гараж там 1200... Да-да... Ой, мне 150... Хотя всё-таки я предполагаю, что что-то дело не с портом, а всё-таки где-то, может, и с портом, но со стороны дом.ру. Ну, не знаю, в любом случае дом.ру... Я понимаю, дом старый, коммутатор старый, сетевое старое, но хотя бы уметь перезапускать порты нужно. А они не умеют это без личного визита. Ну, такие проблемы, такие вот проблемы. Вот, из Милана в Милане. Всегда хотелось перевести груз из одного города в другое, прям как-то напоминает первое задание вот игрушки. Ну, что ж, в этом месяце это один раз отключился. Кстати, возвращаясь к теме, да, я просто хочу поныть, я в этом не выговорился сегодня. Вот, значит, в следующий раз в этом месяце, когда отключится Энет, у меня будет проблема. Нужно будет попросить девочку из колу-центра перезапустить порт. Хотя, я сильно сомневаюсь, что этот процесс увенчается успехом. Вон тот засранец поехал за моим грузом, возможно. Ровно. Чуть на красную не проскочил. А, нет, он не туда поехал. Это Верона. Ну, давайте, у меня вполне нормально, если уж актрис мог тянуть цемент, то это уж точно потянет. Если усилию, интересно, ну, и как? А как я буду заезжать потом? Буду мне еще не перевернуться. Я ехать съехал. А заехать как? Так же, только в обратную сторону. Чего? 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 Погнали. Почти погнали, это, конечно, не лучшая служба для этого, но мы сейчас съедим. Что-то, думаю, пахнет куритой почти в коридорах. Достали уже. Вообще мне это общага, сто чертево. Несколько месяцев у нас тут. Так, слушайте, может горит в виде ханит, температура не очень. Во всяком случае, не синим пламенем. Так. Не вытягиваем. Ну-ка, давайте. Выползли потихонечку. Ну-ка, давайте. Ну-ка. Ну-ка. Хочу свое жилье. Надоела общага, надоели тупые провайдеры, надоели старые кондиционные узлы, в общем, всё надоело. Скучаю по своему старому жилью. Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, а ведь это зелёное. Вот этот трёхместный продающийся гараж, на который у меня не хватает денег. Ну вот, из Милана выбрались. Ну там один город в Италии, который есть в стоковой карте, или два. Вария, Верона, следующее. Вот тут может быть немного болезненно. Тяжёлый груз, крутой подъём. Тяжёлый груздий. Тяжёлый груз вверх. Тяжёлый груз вверх. Тяжёлый груздий. Продолжение следует... 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 Дождь, интересно, реализован. Он есть только вблизи. Если из-под крыши вылезаешь, да, дождь типа есть. А вот залезаешь под крышу, дождя нет. Он реализован в виде вон того, тумана на заднем плане. Интересное решение. Читаю, у меня не включился плюс-контроль. Включается только если больше 30. Так, погнали. Чувак, я тебя подрежу, извини. Так, уличное освещение включили. Значит, уже поздно. Мне кажется, вот сюда. Так, уличный освещение. 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 Простите... Почему? Пропрожиливание. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Я, кстати, в аварию попал, когда эктрас объезжал, да? Вот, и, соответственно, нужно посмотреть сервис тут. Я где-нибудь, вот здесь вот прям сервис. Ага, так. Прямо недалеко. Нужно вывихтить. Вот зеркалами хорошо. Так, у меня ручник-то стоит, нет? Нужно вывихтить. Нет. Здесь прям чуть-чуть проехал. Так, это не Англия, это не Англия. Идем по правой. И вот еще один гараж, по-моему, продающийся, да? В Италии много гаражей. В Милане, в Вероне. Может, это знак, чтобы купить гараж именно в Италии? Сейчас было бы эпично. Либо Верона и Италия, в принципе, срисованы друг с другом, может? Ой, в Милане, в Вероне. А, простите, где-то есть в сервис? А где сам сервис? А, вон он. Блин, сейчас объехать надо в гостинице. Сейчас, знаете что? Не будем в гостинице залежать. Мне эти блуждания иногда напоминают ксенус первый. Количество гаджет не будет равно количеству ДТП. Так, давайте там колеса, в основном, самые... Самые большие колеса, вот, самые дешевые, которые я отремонтирую. Ну и что-нибудь вот сюда присобачим, да? Кабину. О, как тут здорово. Так, а это что? Это у нас вот этот шарик. Шарик! Вот так. Этот шарик довольно крутой. Все. Плачеваем. Так, я вон здесь отсюда сделаю сейчас выход. Ммм, зачем? Хочу показать, как устанавливаются эти... Печаль. О, смотри, разгоняется, разгоняется. Печаль, беда. Так, хочу установить один мод и быстренький обзорчик на него сделать, да? Если меня киданет в Лондон, ну киданет, так киданет. Мне возвращаться из Италии. Распакуем здесь. Сколько уже запись идет? Долго. Нет, ну а сколько? Ладно, не важно. Распаковка. О, блин, твою ж мать. Завершена. Это все текстовички. Не то сделал. Не то я сделал. Надо было один файлик открытий. Ну ладно, это все нужно. Это какие-то текстовички. Так, это понятно, что это понятно. Это понятно. Ну, zip оставлю. Зачем, не знаю, но все остальное в корзину. А, знаете, мне вот это в корзину отправлю. Это же корзина, правильно? Вот, и теперь запустим еще раз ETS. Ну, посмотрим, как это выглядит. Я как раз там в сервисе. Заодно поглядим. А какой порядок установки? Какой порядок установки я вообще сказать не могу. Активен. Но я всегда вверх ставлю. Вот. Применяем. Так. И продолжаем. Сейчас прогрузиться. Попробуем. Кстати, осень надо скачать. Позднее. Потому что сейчас позднее осень. Хотя... Ну, ладно. Позднее, это позднее. Так. Давайте. Сейчас чисто посмотрим, как это выглядит. Не будем никаких особых применять, покупать. Просто посмотреть, что это за мод. На мой взгляд, мод был довольно привлекательный. Поэтому я его и поставил. Тот, такой как Фрайд Лаймер или Зима, от которого нельзя отказаться. Тот, такой как Фрайд Лаймер или Зима, от которого нельзя отказаться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бутылка воды. Лежащая. Так. Полотенце. Журналы. Чип. О, я его читал. Возможно, не этот номер. Это вообще какие-то бабские. Простите. О, а сюда тоже что-то ставить можно стало. Круто. Так. Ну, это куча журналов. Сумки. Странно. Карта. Какая-то игрушка-каска. Хе-хе-хе. Да. Йопаросатэ. А это еще что такое? Ася. Да, интересно, интересно Выглядит, как-то ноги в сиденье проваливаются Да, интересно Да Вот это, да, это душевно А это не очень душевно Это ж тётка, они сидят странно У этого тоже чё-то всё... Здрасте Ой Люк, используй силу, свали отсюда Так Хорошо, у него винта, восьмёрка Нет, этот не пойдёт Рекс Рэй Здрасте О, кот Если заведу кота, то только такого Ещё одна тётка с планшетом Этот курит Напоминает моего бывшего соседа Ноутбуки Это с GPS Прикольно Ну, как бы так сказать Да, если взять кого-то там Посадить вот так Как-то Нет Вот как-то вот так реалистичнее будет Сразу видно штурман И сколько он стоит? Полторы тысячи евро Неплохо Мужик, полторы тысячи евро стоит Мужик, тебя можно купить Ладно А чё можно сюда поставить? О, здесь А здесь, в общем-то, всё то же самое Да, можно набросать воду Сумку Сумку Рюкзак О, вот нужная вещь Нет, вот это ещё нужнее Да, то есть, понятно, да То есть, можно накидать Огнетушитель Хорошо Аптечка Кар Накладная, наверное О, прикольно Ёлка Ёлк Ёлки-иглки Рановато Но, в принципе, атмосферу создаёт Ой Ну, вообще, да Неплохой А как же у него смотреть? О Ну, понятно, да То есть, как бы Есть чем Заняться, да Сюда тоже можно подарки посадить Так, ладно Свали отсюда нахер А сюда тоже что угодно Можно ставить Ага, сюда можно ставить Банки Сигареты Чуть не пойми, чё Вот это вот отрава Андроид Чуть не пойми чё Кружки разноцветные Чип Реклама Там реклама Кружек до хрена Можно книжку Книжку Фоторамки О! Так, клёво Оно светиться, кстати, должно Если меня ошибаюсь Это сбина Кстати, я буду знать перевод Хе-хе-хе Таблетки Ключи А как же я тогда еду Если это ключи Здесь Скажите, пожалуйста Ну, это уже стандартная хрень Почти Ну, короче говоря Хороший такой мод Ага Так Прикольно Вообще Ретро комп Ну, тоже для создания Новогоднего настроения Так сказать Снегурка Или кто это Хер знает Но не важно Ааа Вот это вот круто Это Навигатор С GPS Но минус в том Что Этот навигатор С GPS Он Несколько Ага Смотрите Вот что Вот что Что-то я не понял Ай Я же вот сюда Вот ткнул Так Отлично Есть Кастомные Рули Ну, это хрен Вот эти А, так А вот сюда Чем можно Табличка О, а здесь Тоже есть Какие-то Нестандартные Таблички Хуча Всякого Оборудования А как это Обменить Вот так То есть Можно Всякую Хрень Сюда Понавесить Да И при этом Она Вот Пожалуйста Вот эти Телепассы И прочее Ага Вот оно Все это Оборудование Очень реалистично Смотрится Хорошо А туда Его можно Тоже Посадить Вместо Таблички В общем Здорово Но я уже На самом деле А что я Подкрутил Себе Что-то Я не помню Что я себе Посадил Сюда Не помню Я Отремонтировался А я что-нибудь А, вот шарик Повесил Ну ладно Здесь вот эти Вот устройства Это все Конечно Круто Вот Нестандартные Таблички Цветные Хороший Пакет Честно Во Вот И наконец-то Наконец-то Можно встроить Навигатор Он конечно Мелковат Но Его можно Встроить А вот это Покрупнее Кстати Отлично И По-моему Еще круче Можно на лобовуху Его зацепить Здесь Флажки Какие-то Необычные Да Вот Вот сюда Например Взять И Ух ты И сюда Можно Прицеплять Что угодно Практически Свежители Воздуха Вот такие Вот флажки Шарфы Да От это Не пойми Что Оно Скорее всего Будет Болтаться От этих Таблички Вот это Не пойми Что Какие-то Шарики Кубики В общем Это В Турции Что-ли Был разработан Этот Плагин Простите Я не пойму Зеркало Зеркало Декоративное Оно Кстати Говоря Не отражает Ни черта А Вот здесь Кстати Можно Вот это Оборудование Развесить То есть Его можно Где угодно Посадить Здесь Можно Посадить Еще один Навигатор Телепаз Можно Вот этот Навигатор Это Какой-то Херовенький На вид По-своему Вообще Можно Много Чего Сделать Да То есть Все Это Можно И все Это Круто Это Тот Плагин Который В принципе Должен Быть Но Я Конечно Сейчас Не буду Разгоняться На этот Счет Я Сейчас Просто Возьму Какой-нибудь Заказ Вот Не буду Больше Чупок Оставить Просто Пойду Возьму Заказ И все На сегодня Заказ Смотрите Заказ Оставить До отдыха 6 часов Берем Запас Небольшой 6 часов То есть Нам нужна Прямая Привозка На 6 часов Длительности Изверованная Вот В эту Давайте Что-нибудь А все Там Уже Больше То есть Милан Можно довезти Вот эту Офисную бумагу И нормально Я предотовую Взять Посмотреть На шарик Вот Ну Да прям Конечно В понедельник Например Обратите внимание Шарик Инерцию чувствует И светится Причем Светится Вне зависимости Состояния Двигателя Запущен Не запущен Не важно Конечно Ответ на вопрос Зачем Нужен Такой Шарик Да Просто Чтобы Чтобы Фпс Лагало Сильней Там Уже У меня Зеркало Перекрывается Обидно Но В принципе При поворотах Как раз На поворотах Он интереснее всего себя И видео Пошли Офисную бумагу Убрать Это Стоп Короче По домру Все равно Проблема Осталась Я не знаю Как Перезапустить Порт Как Объяснить Девочкам Дурочкам Я не знаю Как им Объяснить То что Нужно Перезапустить Порт Не знаю И все И вообще Че это за фраза Такая Перезапустить Порт Ну че Во времена ДСЛ что ли Живем В общем Не знаю Попробовать ТТК Нужно Если ситуация Не исправится До весны Я Не отключая Домру Попробую ТТК В домру Я включу Там что я буду Долго не пользоваться И буду естественно Еженедельно Там наверное Мониторить Что они Не уводят Мне баланс В минус А кто мне нужен? Мне нужен офисная бугага бугага офисная стоп может я не глядя при засоединюсь с ним или лучше не рисковать это смотреть как поперил это самое не высовывая башку даже нацелился почти нормально еще чуть-чуть а со стороны посмотреть как-то можно нет нет наверное особо нельзя не особо поднимали вот отлично я парковочные втыкаю включаем же выключаю освещение и глушусь потому что остальное буду писать потом все всем пока не уж и заложила но хорошим вот это хороший мой прям честно ладно всем пока до мру отстой